Хотим сегодня начать исторический цикл, про важные судебные процессы прошлого и про то, как люди становились правозащитниками. Такой наш путь самурая. Кстати, я все время забываю сказать, поставьте лайк под этим видео, если понравится, только не забудьте. И подпишитесь, это увеличит нашу аудиторию и напишите нам в комментах, про что бы вы хотели, чтобы мы рассказали. Наш первый герой у нас совсем не герой и никакой правозащитник, даже где-то наоборот. 1961 год. Самая оттепель. Гагарин в космосе. Съездка по СС, на котором принимается решение о выносе из газолея Сталина. Переименован Сталинград. Заговорили и решительно осудили массовые репрессии. И в это же время в Бутырке расстреливают троих. Рокотова, Фаебешенко и Яковлева. Бывший политзек, аспирант и студент. Старшему главарю 33 года, младшему 24. Спустя три десятка лет именем Рокотова назовут улицу в Нью-Йорке. И джинсы, памятную монету и много чего еще. Да, почему джинсы? Это важный атрибут всей этой кровавой истории про оттепельный беспредел. Торговля джинсами фигурировала в качестве одного из пунктов обвинения. И в своем последнем слове один из подсудимых сказал, и все-таки лучшая одежда, это джинсы. Их расстреляли, конечно, не за джинсы. Но за что? Да не за что. Как в старом анекдоте, когда в всеременную камеру заходит новенький и его спрашивают. Срок какой? 8 лет. А за что? Да ни за что. Брёшь, у нас за ни за что больше пяти не дают. Кстати, так все и было. Сначала им по 8 лет и дали. И за дело, надо сказать. Ну то есть как? Сейчас за это Путин дворцы Ротенбергом раздает. А раньше, надо сказать, аж до 1994 года, была уголовная статья, называлась Бабочка. 88. Спекуляция. А у этих еще и валютная. Ян Рокотов был гений. Гений бизнеса. Он устроил прекрасно работающую систему обмена валютой. Она работала в сто раз лучше, чем Госбанк. Пока однажды Никита Хрущев, тогда же не Путин, не поехал в ГДР. О чем Путин тогда только мечтал. И там в ГДР какой-то мелкий хлыщ из штази. Ну вы поняли, как кто. Возьми, здесь скажи Хрущеву, что черный рынок и спекулянты в СССР есть. Никита вернулся и разбушевался. А подать, говорит, сюда дела спекулянтов и валютчиков. Что? Вот этим троим дали по восемь лет? Ах, закон такой! И сказал историческую фразу. За такой срок самих судей судить надо. Давайте перепишем закон по просьбам трудящихся и по письмам в газет. А этих троих Рокотова, Файбишенко и Яковлева, которые думали, что отбывают свой срок, вернули назад и судили снова, уже по новому закону. Закон обратной силы не имеет, но течет в вода Кубани реки, куда велят большевики. Дали по 15 лет. Мало, говорит Хрущев. Принять новый закон и по новому закону расстрелять. Казнь по личному указанию Хрущева вошла в историю уголовного права как символ беззакония и давления на суд со стороны главы государства. Беззаконие советских властей вызвало волну протестов по всему миру. За три последние года правления Хрущева за экономические преступления было расстреляно 5 тысяч человек. Когда шел суд над группой Рокотова, писатель и бывший заключенный Варлам Шаламов записал в дневнике. Московские валютчики держались с большим достоинством, чем троцкисты в 30-е годы. Независимый советский суд исполнял любой трюк с любым законом. И прокурор там был, блюл законность. 5 тысяч человек расстреляли вовсе не по личному указанию Хрущева. И письма в газету не Хрущев писал. Это ж народ хочет, чтобы всех посадили и побольше расстреляли. Мы, простые советские люди, сотрудники московского завода приборов, убедительно просим вас быть беспощадными к этим отбросам, жалким подонкам и негодяям. Конец цитаты.